Всем привет! Эпоха Средневековья и по сей день очень популярна в литературе, кино и играх. У микрофона Алексей Соловьёв. И в этом ролике я расскажу ещё про 15 отличных игр, действие которых разворачивается в открытых средневековых мирах. Начну я с Тон Шарт. Здесь мы выступим в роли наёмника, отправимся в путешествие по Зарённому Королевству и будем выполнять контракты, дабы заработать денег на существование. Геймплей довольно хардкорный, персонаж может погибнуть от кровоточащих ран, а игровые ситуации влияют на психику. Разнообразие также зашкаливает, обилие вариантов прокачки, свыше 200 предметов экипировки и пошаговые тактические бои, где нужно думать на несколько ходов вперёд. Пэтрон. Симулятор поселения в средневековом сеттинге, где основная задача в распределении человеческих ресурсов. Необходимо очень обдуманно подходить к процессу постройки зданий и распределять людей по производствам, иначе люди могут замёрзнуть или будут голодать и умирать. А этого нельзя допускать, так как каждый человек очень важен и нужен особенно в начале развития. По мере разрастания всегда нужно ловить баланс, чтобы хватало всех необходимых на данный момент ресурсов. The Guild 3. Уникальная смесь экономического симулятора, симулятора исторической жизни, стратегии и ролевой игры в реальном времени, где нам предстоит создать семейную династию, род которой может продлеваться на долгие века. При этом можно будет выбрать своё ремесло. Можно стать руководителем маленького предприятия, взять участие в политической карьере, стать предводителем воров или даже стать вожаком мёртвых. Кроме нас и нашего дела, в городе присутствуют и другие касты населения Средневековья – рабочие, ремесленники, интеллигенцы, аристократы, и все они будут строить свои интриги. Rustler. Своеобразная GTA в средневековом сеттинге. Изометрический экшен с открытым миром, в котором мы сможем устраивать хаос и веселиться, скрываться от конной полиции, надоедать крестьянам, воровать лошадей, выполнять безумные квесты, тусить с бандитами и многое другое. Игра максимально несерьёзная, абсурдная и с массой чёрного юмора, но этим она и гордится. А если тебя смущает изометрический вид камеры, то обрати внимание на бесплатную игру про Россию NextRP. Это ролевая онлайн-игра, где мы в роли обычного жителя будем подниматься из самых низов среди таких же игроков из стран СНГ в большом открытом мире, созданном на основе реальных городов России и с режимом роллплей. В игре очень много контента. Здесь воссозданы почти все госструктуры, от полиции до мэрии, и есть возможность создателей вступить в клан. Можно устраивать гонки, поднять деньги и купить недвижимость, найти подружку, жениться и жить вместе. В игре присутствует огромный выбор самых разных машин с возможностью их тюнинга, а также сюжетная линия. Ну а разработчики постоянно добавляют новый контент, устраивают розыгрыши и разные ивенты. Так что зови друзей, скачивайте игру по ссылке в описании и вливайтесь. True Worlds 2 Еще одна игра с элементами фэнтези в открытом средневековом мире и элементами РПГ. Здесь ты сможешь стать магом, алхимиком, рыцарем или шпионом, экипировать своего героя самым лучшим снаряжением, найти союзников и отправиться в долгое путешествие. Сюжет незамысловат. Мир поглощает мрак, и его слуги хотят освободить древнее зло. Чему ты и должен помешать, а заодно освободить сестру главного героя из плена. На помощь также придут орки, которые прежде были врагами, но с появлением более сильного врага они будут помогать герою на протяжении всей игры. Гедония Главный герой – крестьянин, что случайно втягивается в отворот загадочных событий. Нас отправит в большой бесшовный открытый мир, где мы сможем стать лучником, некромантом, воином или каким-нибудь другим уникальным бойцом. В здешнем средневековом мире найдется масса занятий. Можно исследовать подземелья, сражаться за различные фракции, искать союзников, проходить квесты и даже заняться строительством собственного дома. Также игра наверняка порадует обладателей слабых ПК своими низкими системными требованиями. Reason 3 Titan Lords Ролевая игра от создателей серии Готика. Сюжет начинается с того, что безымянный герой погибает и теряет душу, но уже вскоре его воскрешает шаман. Теперь нам предстоит вернуть душу безымянного, примкнуть к одной из трех фракций и спасти острова от зла. Titan Lords вяло стартует, но уже вскоре разгоняется, окуная в море приключений. Порадует качественная боевка с магией, фехтованием и стрельбой из мушкетов. Здесь можно превратиться в попугая и проклясть врагов магии вуду, бороздить океаны, искать сокровища и морских чудовищ. Stronghold Crusader 2 Симулятор управления средневековым замком с динамическим геймплеем и проработанной разрушаемостью. Здесь игроки создают армии и осаждают крепости, строят замки и отбиваются от набегов неприятелей. Все это происходит в антураже Среднего Востока 1189 года нашей эры, порадует и кооперативный режим, в котором игроки смогут совместно управлять замком, войсками и ресурсами. Tronbreaker The Witcher Tales Изометрическая ролевая игра от авторов третьего ведьмака, которая предложит новую историю из этой удивительной вселенной. На этот раз мы выступим в роли правительницы Лирии и Ривии, которая вступает на тропу войны ради мести. В основу боевой механики легли правила Гвинта, а путешествие по виртуальному миру осуществляется так же, как и в любой другой РПГ. Фанатам ведьмака стоит пройти игру хотя бы ради сюжета и проработанного мира, а всем остальным наверняка понравится атмосфера, необычная воевка и отменная музыка. Giants Uprising Совсем свежий, средневековый, как Н-Слэш, с гигантами в главной роли, которые уничтожают все живое на своем пути. Даже при первом взгляде на игру видно, что разработчики вдохновлялись популярным аниме «Атака титанов», где большие монстры пожирали людей и атаковали их города. Однако задумка этой игры кардинально отличается. Здесь гигантов поработили при помощи волшебства и заставили работать на человечество. Не все великаны были согласны с таким положением дел и теперь мы, управляя одним из них, должны поставить людей на место. Беништ. Еще один симулятор поселения, где его жители являются основным ресурсом. Они рождаются, растут, выполняют работу, заводят потомство и рано или поздно умирают. А поддержание счастья, здоровья и запасов провизий является необходимым условием для роста города. Универсальной стратегии для легкого старта нет. Объем ресурсов на картах каждый раз отличается и ограничен. Просто строить новые дома недостаточно. В городе должно быть достаточно людей, чтобы в них жить. Еще стоит отметить, что в игре есть около двух десятков различных средневековых ремесел, начиная с фермеров и охотников, заканчивая кузнецами, учителями и целителями. Battle Brothers Тактическая ролевая игра, в которой мы выступим в роли лидера наемников. Нам предстоит собрать под своим крылом кучу головорезов, отправиться в путешествие по открытому средневековому фэнтези-миру и заключать контракты ради звона золотых монет. Нам предстоит самостоятельно решать, какой следующий шаг сделают наемники, какая у них будет экипировка и чем закончатся их приключения. Игра не ведет за ручку и предлагает самостоятельно строить свою карьеру в процедурно-генерируемой компании. А еще она жестока, ведь напарники будут частенько пермаментно умирать в сложных боях. Ghost of a Tale Сказочная, приключенческая игра про средневековое мышиное королевство, в котором разумные хвостатые грызуны правят остальными существами. Среди них есть как злодеи, так и хорошие парни. История посвящена отважному мышонку-министрелю, который отправился в приключения на поиски возлюбленной. Игровой процесс сочетает элементы адвенчуры, РПГ и экшена в открытом мире. Это отличная сказка с приятной графикой, кропотливым дизайном локации, превосходным юмором и драматичным сюжетом. Savage Lens Можно сказать, что это некий гибрид Скайрима, Раста и даже Фореста. Кто любит выживалки и мрачную средневековую атмосферу, точно стоит обратить внимание. Нашими противниками здесь выступят гигантские энты, скелеты, драконы и прочие фэнтези-существа. Как и всякий симулятор выживания, игра предлагает большой спектр возможностей для крафта и строительства. Начинать придется с убогого шалаша, сырого мяса и топора, а закончить постройкой собственного замка и целой деревни, а также кучей редкого лута. Kingdoms Это РПГ от первого лица предложат написать свою историю в средневековом мире, который здесь генерируется случайным образом при каждом запуске. Присутствует полная свобода действий. Иди туда, куда глаза глядят и стань тем, кем хочется. Занимайся торговлей, открывай свои таверны, создавай целое королевство или же сражайся с бандитами в пещерах. Никто не ограничивает в действиях. Игра похвастается продвинутым искусственным интеллектом. Каждый NPC здесь уникален, преследует свои цели и имеет свои навыки. При этом они по-разному реагируют на действия игрока, отчего каждое прохождение будет непредсказуемым. А на этом у меня все. Не забудь глянуть и первую часть, там тебя ждут еще 15 средневековых игр в открытом мире. Для вас вещал канал Image Game. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok